Здравствуйте, уважаемые подписчики телеканала экзегет.ру, братья и сестры. Сегодня мы с вами рассмотрим тему «Неоязычество. Миф и реальность». Глядя на ваши письма, которые приходят и некоторые комментарии, которые мы встречаем под теми или иными роликами, было замечено, что этот вопрос интересует многих людей. По этой причине и была выбрана эта тема для сегодняшнего рассмотрения. У немецкого канцлера от Бисмерка есть такие слова «Русских победить невозможно». И в этом мы убеждались сотни раз. Русским можно привить ложные ценности, и тогда они победят сами себя. Действительно, слова этого человека, который жил в XIX веке, очень актуальны и говорят о многом. Он знал, о каких ценностях он говорит, он знал, что скрепляет русскую государственность, он знал, что является основой нравственности Российской империи, православия. Поэтому он понимал все слова, сказанные им. Русских нельзя победить, им можно привить ложные ценности, и тогда они победят сами себя. Сегодня есть такая попытка привить эти ложные ценности под очень благовидным предлогом. Нам предлагают вернуться к истокам Руси до ее крещения. Я бы сам с радостью познакомился, какая она была, эта цивилизация, до крещения Руси, если бы действительно были такие артефакты. На чем строят современное неоязычество сегодня свои вероучительные факты, которые они говорят, что они являются фактами? На некоторых книгах, которые не находят своего подтверждения у современных ученых и историков. Это такие книги, как, например, хроника Ура Линды Гермена Вирта. Утверждается, что якобы она была написана в 1256 году до Рождества Христова, и закончилось ее написание в 1803 году. Но ученые произвели датировку этого источника, на который упираются очень многие новоязычники и новоязычники экологического, этнического, националистического направления, о которых будет сказано. И говорят о том, что бумага рукописи проведена промышленным способом в первую половину XIX столетия и была искусственно состарена, возможно, путем обработки дымом, поскольку в разрезе бумага оказалась белой. И в заключении исследователи говорят о том, что ее возраст не превышает 25 лет. Также и буквы рукописи оказались буквами латинского алфавита, которым была предана форма древнегерманских рунических знаков. Есть и множество других различных исследований в области филологии, и сказано учеными о несоответствии текста и его древности. Также другой источник, который сегодня придерживается так называемое славянское новоязычество, это Велесова книга. Первоначально публиковалось под названием «Дощечки из Инбека». Были найдены в начале этой дощечки в начале Второй мировой войны, то ли в Курской, как некоторые пишут, то ли в Орловской губернии. Причем указываются фамилии дворян, в каком доме тех или иных дворян. Историки провели исследование, что дворяне с такими фамилиями там никогда и не проживали. В этой дощечке якобы нашел некий Федор Изымбек, который утверждал, что они IX века. Ну, вообще, сам по себе странный, тут даже не надо быть ученым, сам по себе странный факт, что дощечки деревянные IX века сохранились до сегодняшнего дня. Уже много вопросов, да, и тем более, что там на них было вырезано и написано, и что это можно было каким-то образом прочитать. Текст «Виллисовой книги» был впервые опубликован в 1950 году русским эмигрантом Юрием Миролюбовым и Александром Куренковым в эмигрантском журнале «Жар птица», который сдавался в Сан-Франциско. Также фонетика, морфология и синтаксы сочинения хаотичны, в них невозможно выделить какие-либо закономерности, степень грамматической бессистемности и произвольность текстов такова, что не имеет аналогов в каком-либо языке мира. Поэтому всеми учеными эта книга была признана как фальсификат. Также неоязычники как экологического, так и народно-ботового, и этнического, и националистического направления пользуются оккультной литературой, такой, например, как «Тайная доктрина Блаватская» или «Живая этика Рерихов». Действительно, когда смотришь на писание тех или иных книг или заявления Левашова, Асова и других новоязычников, и Стархова, то очевидно заимствование из оккультной литературы, вопросы космогенеза, антропогенеза, то есть происхождение мира, происхождение человека, совершенно очевидно, что многие куски, они просто взяты оттуда из «Тайной доктрины». Например, Блаватская первого и второго тома и переработаны в некой мере. Меняются имена так или иначе тех или иных персонажей, которые приводит Блаватская, в свою очередь, заимствовать их из буддистской и индусской литературы, вет и панишат. И здесь русскими, славянскими, скажем так, новоязычниками выдается за нечто такое новое. Когда мы проводим параллели, то, если сказать о православии, то здесь, в общем-то, нет и даже никакого сравнения по поводу того, как сохранились православные тексты, тексты священного писания. Можно без труда найти археологические подтверждения форм древних текстов Библии. Их множество. Сохранность священного писания просто уникальна. Я вам скажу, что ни одна религия мира, как преподаватель истории религии, уже с 20-летним стажем, могу сказать, что ни одна языческая религия мира не знает такой сохранности своих текстов, как это знает православная церковь. Есть несколько, я только перечислю совсем немного. Например, «Жалоба Гизеры» — это текст, который сохранился 7 век до Рождества Христова. «Серебряный свиток» — 700 лет до Рождества Христова. «Папирус Нише» — найден на острове, на реке Нил, где содержатся 10 заповедей. Это 3 век до Рождества Христова. И от 3 века и до 1 века до Рождества Христова найдено огромное количество текстов в Кумранской рубкописи, которые были опубликованы полностью в 1961 году. И что удивительно, когда сравнили тот текст, который дошел до нас, и нашли эти огромные источники, практически все книги Священного Писания, то, как выяснилось, искажений не было никаких. То есть вплоть до текстов, вплоть даже до самых... то, что подвергалось тогда сомнению, самых сомнительных текстов, которые были. Все это было подтверждено этой уникальной археологической находкой куманских рукописей. Также существует дата написания книг и подтверждается датировкой книг Священного Писания и их подлинность. Книга Иова была написана за 1850 лет до Рождества Христова. Книга Моисея, книги Моисея, 1756-1716. Текстология Нового Завета. Евангелие от Матфея, 1938 год. Евангелие от Марка, 40-й. Евангелие от Луки, 45-й по Рождеству Христову. Евангелие от Ана, 100-й год. Все остальные книги Нового Завета были написаны с 58-го по 90-й год по Рождеству Христову. Между прочим, был найден самый древний папирус, полностью отрывок 24-й главы Евангелия от Матфея, оригинал, который датируется 60-м годом по Рождеству Христову. Это очень серьезная археологическая находка. Тем более, что Евангелие от Ана, 24-я глава, вспомним с вами, это глава эсхатологическая, которая предупреждает нас и по данной теме, которую мы сегодня рассматриваем, что восстануты лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения, так что пролистят даже избранных. Также Евангелие от Марка датируется 60-м годом, 6-я глава. Евангелие от Ана, 18-я глава, 100-м годом. В посланиях к Колосинам, 150-й год, было найдено полностью. Послание апостола Павла к евреям, 210-й год по Рождеству Христову. Также Синайская рукопись, 335-й год, Ватиканский кодекс, который датируется 340-м годом. И в документах отцов церкви первых трех веков мы можем найти весь Новый Завет за исключением 13 стихов. То есть, если бы мы даже потеряли Священное Писание, то по святому преданию мы бы могли восстановить полностью содержание Священного Писания. Поэтому, так, подлинность, действительно, подлинники Нового Завета также были найдены уже... Вообще существует примерно 36 тысяч текстов Нового Завета, из них проанализировано 24 тысячи. Тексты на 80% состоят из византийской редакции, общепринятый текст. Это текст, который мы с вами буквально слышим на православных богослужениях. И также синодальный перевод, сделанный на основе византийской редакции. Оставшиеся 20% представляют собой две редакции, западную и александрийскую, которая близка к части западной, а части нет. В последних двух редакциях существуют некие добавки к текстам. Например, кодекс Безе говорит, что на надгробии лежал камень, который не могли отворить, например, 20 человек. Ну, это такие вот детали. Поэтому православная церковь сохранила греческий, понятник Нового Завета, который продается у нас в любой книжной лавке. Это именно тот текст, какой вышел из рук самих апостолов. Интересно, еще приведу, может быть, одну такую статистику археологических раскопок, что в 476 году на острове Кипр в Соломине были открыты мощи апостола Варнавы. И на груди апостола был обнаружен Евангелие от Матфея, собственноручно переписанное апостолом. Подлинный хранился в Константинополе до 1204 года, что упоминается у многих отцов церкви. То есть мы видим, что мифы и реальность, которые касательно библейских и касательно текстов, на которые опирается тайная религия, они очень важны. Если здесь Велесова книга, это фальсификат, и хроника Ура-Линды также фальсификат, то получается, предлагается нам выстраивать свое мировоззрение и соприкасаться не с древностью Руси или с древностью Ура-Линды Германии, который впервые предоставил миру эту книгу хроники Ура-Линды Герман Вирт, а нам предлагается знакомиться с фантазиями авторов Миролюбова, который, в общем-то, так и предполагают многие ученые, что написал эту книгу, либо Германа Вирта. И в этом смысле снова скажу, что с радостью можно было познакомиться с историей, культурой Древней Руси до крещения Руси, но проблема в том, что нет никаких артефактов. Иногда можно слышать из уст и читать в журналах и в некоторых статьях с язычников, что они якобы была какая-то великая цивилизация, цивилизация Атлантов, цивилизация и великая огромная страна Гиперборея, которая существовала на Северном полюсе, и оттуда, когда изменился климат, люди начали перекочевывать по всему лицу Земли, кто-то до Урала, кто-то до Сибири, некоторые ушли до Востока. И поэтому, когда спрашиваешь, а где же эта цивилизация, они говорят, на Востоке, потому что якобы тогда с севера, вот оттуда, где была Великая Гиперборея, люди перетащили всю цивилизацию на Восток. Поэтому здесь, они говорят, мы обращаемся к неким ведам, панишадам и к этой древней языческой религии Индии, потому что это было на самом деле, вся цивилизация принесена туда. Но сегодня ученые, несмотря на то, что там существует уже, мы знаем, на Северной Ледовитой океан, что там льды, в общем-то, да, на Северном полюсе, они всячески это датируют, всячески проверяют, уже есть и способы такие, ультразвук, что ничего, никаких там остатков древней цивилизации на дне Северного Ледовитого океана они не находят. Хотя множество можно видеть, которые приводятся в различные фотографии, что якобы что-то такое было, находят какие-то геометрические фигуры, якобы это снимают с космоса. Но опять же, исследователи говорят, что с космоса такие вещи снять нельзя, что это все не что иное, как очередные подделки. И в этом смысле возвращение к истокам Древней Руси, которые предлагают сегодня люди, уверовавшие в язычество и представляющие себя как неоязычники, в общем-то, невозможно. Можно познакомиться только лишь будет с их фантазиями. Итак, практически у всех групп неоязычников наблюдается один и тот же набор идеологем, единство с природой, ощущение себя как часть сущего, экологизм. Виртуальные практики всех этих течений основаны на индетичных способах применения магии, исторических знаний, новомодных техник, медитации, обратной энергетической связи, применении кристаллов, керамических методов и челлинга. Что это такое челлинг? Пришло в русский язык из английского. Челлинг означает передача информации по некому каналу. И челлингом таким образом называют организационно-устойчивый канал связи между человеком и контактером. Каналом, то есть челлингом, челлером, челлером, ченнелером, да, представителем высшего разума, сущностью-наставником, да, ченнелером, или старшим братом, который стоит в своем развитии гораздо выше якобы на эволюционной лестнице. И действительно в неоязычестве исповедуется этот принцип, принцип, так называемый, заимствованный у Блаватской, принцип о эволюции духа, то есть принцип о высшей расе и принцип о сверхчеловеке. Если мы с вами внимательно следили за новостями, то можем вспомнить, когда главарь украинских нацистов, который заселив катакомбы Хазовстали, Сергей Волына, упрашивает американского бизнесмена Элона Маска о помощи. И вот, может быть, кто-то это пропустил мимо, но преподаватели истории религии и сектоведения это мимо не пропустят. Вот как звучит это СМС. «Вы с другой планеты», — пишет он Маску. «Говорят, вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное». Такую фразу начал боевик обращения к Маску. И в соцсетях он попросил бизнесмена помочь нацистам эвакуироваться с завода в третьи страны. И так дальше он пишет в этом СМС. «Есть ли это дословный СМС? Если не вы, то кто нам может подсказать?» И вот это очень важное замечание. Он говорит, что вы человек, который пришли с другой планеты. Почему такое обращение? А потому что Сергей Волын и неоязычник. И он верит в эволюцию духа. Он верит, что Эллен Маск, так как у него много денег, и так как он стоит у руля власти, то он уже в очередном витке эволюции, через миллионы-миллионы лет, он уже развился до этого состояния, которое называется наставником, каналом или ченнелером. То есть он ченнелер, представитель высшего разума, наставник, старший брат. Или как он называется в книгах тайной доктрины Блаватской, махатмы. Это одно и то же, в принципе, заимствование. Махатмы — это люди, которые указывают всему человечеству, как им встроиться в определенный поток знаний, в определенное совершенство духа, для того, чтобы через несколько времени, через реинкарнацию достичь определенного состояния эволюции духа и высшего состояния сверхчеловека. Блаватская, например, так и пишет, что шестая раса, а седьмая — это вообще раса, сверхраса, всплывет континент возле Америки из океана, и там будет жить вот эта наивысшая раса. Но нужно просто всем прийти к Блаватской и вступить в теософское общество. А неоязычники говорят о том, что всем нужно вернуться к своему роду, например, родноверы, и верить вот в те фантазии, в общем-то, и памфленты, Велесовой книги или книги, которые создал Герман Вирт, это «Происхождение человечества» или «Хроника Ура Линды». Итак, как я уже сказал, существует несколько направлений неоязычества — народно-бытовое, экологическое, этническое и националистическое. Также есть и подразделы к этим направлениям, например, молодежной субкультуры, музыке, фольклора. Это все можно отнести в некой мере и к народно-бытовому субкультурному неоязычеству. Что из себя представляет экологическое неоязычество? Ну, народно-бытовое здесь в большей мере все понятно, если не касаться такого раздела, как, вернее, такого направления, как астрология, которое пронизывает буквально все неоязыческие идеологии. И язычник экологически настроенный, и язычник на националист не прочь будет заглянуть в гороскоп. Народно-бытовое неоязычество представляет из себя, понятно, фольклор, лешие бурабашки и прочие вещи. А вот экологическое неоязычество, оно достаточно интересно. Мы сегодня слышим о так называемой зеленой повестке о том, что люди Запада очень сильно озабочены экологией. Но не надо думать и быть наивными, что как вот по поводу и националистического неоязычества Сергея Волыны, что люди это только обколотые какие-то, или наколотые, или совсем не дружат с головой, хотя там таких много, но на самом деле там есть серьезная идеологическая подоплека. И мы ее видели из СМС и высказывания этого боевика. Итак, экологическое неоязычество, еще одно крупное объединение, называется круг языческой традиции КЯТ, также имеет достаточно долгую историю. Надо сказать, что все неоязыческие идеи, они возникли не в 90-е, как ошибаются многие, а еще в 70-е годы прошлого столетия, в советское время. В то же время примерно возникает и неоязычество, так называемый круг языческой традиции. Идеология КЯТ не имеет столь яркой политической окраски, как, например, Союз славянских общин. Она скорее имеет экологическую направленность, однако это не означает, что ее безвредность не только по отношению к православию, но и по отношению вообще к государственной некой такой политике, если хотите, идеологии. Действительно, все новоязыческие организации, они в той или иной мере, это своеобразные такие протестанты, протестанты против православия. Что их объединяет всех, так это ненависть к православию. Они говорят, что православие принесло сюда чуждую нам религию. Оно уничтожило вот ту великую цивилизацию, которой, как мы уже видели, никогда не существовало. А это лишь фантазия неоязычников, которые не подтверждаются никакими историческими документами. И все это направлено против православия. В начале 70-х годов, например, если привести по поводу экологического новоязычества, британский биолог, консультирующий одну из лабораторий НАСА в Калифорнии, пришел к выводу, что Земля — саморегулирующая биологическая система. И в пользу этого предположения свидетельствовал ряд открытий. Ряд открытий. Во-первых, количество метана, кислорода, как он говорил, в атмосфере остается примерно постоянным, сотни миллионов лет, хотя эти элементы взаимодействуют, разрушают друг друга. Во-вторых, планета сохраняется более-менее постоянной температурой поверхности, несмотря на то, что Солнце сейчас сияет на 25% жарче, чем 3,5 миллиарда лет назад, когда здесь впервые появилась жизнь. И биологи называют такое явление гомеостазом. И вот когда Лавок сообщил о своих находках писателю Улиму Голдингу, тот предложил, чтобы саморегулирующая, а значит «живая планета» отныне именовалась именно греческой богиней Землигеей. Магия имени, как это нередко случается, вызвала к жизни чудный миф, который по мере становления сбрасывал с себя научный антураж, подобно ребенку выбрасывающему, который вытряхивался из старого барахла. Теперь гея – это страдающая мать, то есть земля, чьи неблагодарные дети пожирают ее заживо, как раковая опухоль. Открываются три возможности. Первая – летальный исход. Вторая – чудесное исцеление, когда мать избавится от опухоли, то есть от нас с вами, и заживет сама по себе, это прямо он пишет, заживет сама по себе в дивном одиночестве. И, наконец, человечество станет планетарной нервной системой, приведя себя в гармонию с Матерью и Землей. И вот все так называемые, в общем-то, ритуалы, жреческие, которые есть, пляски вокруг огня, поклонение идолам, это не просто поклонение дереву, как многие думают, хотя есть и такое примитивное понятие в новоязычестве, но это в большей степени предлагается очищение Земли, и чтобы слиться с вибрацией Земли, слиться с вибрацией Земли и космоса в этих родениях, и тем самым, как они считают, экологи, они спасают Землю от загрязнения и от того самого накопления различных вредоносных космических осадков. Это действительно на полном серьезе. Это декларируется во множество журналов и газет, которые сегодня и книг, которые сегодня выходят не только на Западе, но уже и у нас в России. Ну, пожалуй, может быть, таким отечественным экологическим новоязычеством можно сказать, что это является направлением Анастасии, основатель этого движения Владимир Мегре, настоящая фамилия его Пузаков, известная его история, может быть, кто-то помнит, как в 90-е годы во всех лавках, на книжных развалах продавалась такая блондинка с голубыми глазами, и было написано «Анастасия, извиняющая кедра» и прочее название. И действительно известно, что Владимир Пузаков был тогда предпринимателем в 90-е, он поехал в Сибирь для того, чтобы там сделать какой-то бартер, повез туда много товара, но когда совершал свою коммерческую деятельность, то запил там и пропил весь этот товар, который он вез, чтобы обменять его на лес и привезти оттуда баржи с лесом. Нужно было как-то рассчитываться с кредиторами, и он решил на какое-то время там затаиться, остаться в тайге. И вот по его версии, якобы он там встретил двух мужчин, одному 103, другому 109 лет, стариков, которые сказали ему, что есть такие вот звенящие кедры, которые дают целительную энергию и которые помогают человеку во всех его неудачах. Тогда он якобы отправился туда, в тайгу, увидел эти кедры, они действительно как-то его успокоили, когда он с ними обнялся, неизвестно в каком состоянии, да, с ними обнимался, но там он, по его версии, встретил женщину, которую звали Анастасия, которую всю жизнь при ее предке жили в этом лесу. Она действительно обладается чудодейственной силой и научила его тому, как извлекать энергию из звенящих кедров. Она утверждала, что звенящий кедр обладает, по ее словам и по словам этих стариков, чудодейственными свойствами, что объяснила, что кедр живет 500 лет, а затем начинает звенеть, излучая особую энергию, благотворно влияя на человека. Если кусочек этого кедра носить на груди и шлифовать его пальцем, то, цитата, человек, обладающий этим кусочком, становится добрее, удачливее и талантливее. Конец цитаты. Мегре. Анастасия. Санкт-Петербург. 2000 год. Страница 7. То есть Мегре приписывает сибирскому кедру божественные свойства, применяя к нему слова Евангелия. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И вот по возвращению в Новосибирск, попав под жесткий прессинг кредиторов, он неожиданно исчезает из города и объявляется через некоторое время автором этой книги Анастасии. Он утверждает, что она знает не только все языки Анастасии, по сути, он ее обожествляет, но и устройство любой современной техники, вплоть до летающей тарелки, хотя проживает в тайге всю жизнь. Инопланетяне уже приземлялись, как утверждает Мегре, настоящая фамилия Пузаков, приземлялись у нее на поляне, и Анастасия вместе с Мегре побывали у них в гостях, у инопланетян на другой планете. Мегре подробно описывает быт инопланетян, завода по производству летающих тарелок и пищи. И по пророчеству Анастасии в будущем на территории России «высадится десант инопланетян». И вот еще цитата. «Инопланетяне подчинят себя все человечество, останутся лишь материальные тела, и каждый человек будет походить на биоробота». На службе Анастасии находится священный голубой шар. Это сгусток энергии, обладающий интеллектом, который приходит на помощь по первому вызову, ну и, конечно, указывает, как развиваться всему человечеству. Это не моя выдумка. Мегре, «Звенящие кедры», Санкт-Петербург, 1999 год, страница 159. То есть мы видим, что здесь предлагается очередная фантазия Мегре Пузакова, и также предлагается людям путь, как попасть в рай. Вот, например, в одном из своих книг Мегре пишет, цитата, «Человеческая душа или навсегда засыпает, или воплощается в новом теле. Вновь воплотившаяся душа может лишь в том случае, если человек на одном из гектарей земли устроит рай, то есть родовое поместье, родину или пространство любви, возделав его по проекту, конечно же, Анастасии, и похоронен будет на этом участке. Похоронен должен быть не на кладбище, потому что похоронен на кладбище по экологическому новоязычеству в рай попасть не могут, души их не могут воплотиться в материю, пока существует мысль родных и друзей, думающих о их смерти. Надгробие — это памятник смерти, поэтому использование мифологии, заимствованное из различных учений и религий. Пример Рериховского учения о Шамбале — главная идея воссоздания Шамбалы, а по Мегре — выращивание в городах так называемых звенящих кедров. И, по словам автора, кедры около 300 лет копят в себе космическую энергию и после чего начинают звенеть. И вот цитата. «Все божественные творения вечны, самодостаточны, сами себя воспроизводят, все живущие на Земле от травинки до человека представляют собой гармоничное единение и целое вечное». Или еще. «Человек может переместить свое тело на другую планету вместе с частью атмосферы и жить там». Это Мегре, «Пространство любви», 1999 год, страница 47-я. То есть, также утверждается, что светлые силы — это светлые мысли, когда-либо производящие людьми, ими заполнено все пространство, а грязные мысли — это тоже заполнено ими также все пространство. Причем есть интересный совет, как необходимо сажать этот кедр, для того, чтобы из человека также вышла нежелательная грязная энергия. Говорится, что надо в полнолуние выкопать лунку у себя на участке, да, причем не используя железные предметы, а руками, поплевать туда, также стать ногами, чтобы ноги немножко вспотели, чтобы плохая энергия вышла через ноги, как они считают, и потом уже после этого ритуала только посадить этот кедр. Эти кедры продают как некую такую реликвию и как огромную ценность. Я вот видел, что ценник начинается в интернете от 5 тысяч, и вот один предприниматель так поведал, что попал тоже в обман этой организации, купил за 150 тысяч этот росток. Поэтому вот, что из себя представляет экологическое неоязычество. Не надо думать, что это просто люди, которые хотят дышать свежим воздухом, и там цветочки-лютики. Здесь есть тоже серьезная оккультно-идеологическая составляющая. Конечно же, не все люди знают об этом. Многие рядовые адепты, как это говорят и неоязычники, как это писала Блаватская, что есть такое понятие, как эзотеризм. То есть это тайные знания. То есть тайное — это для только особо избранных, они знают основную идею своего экологического неоязычества, что она из себя представляет. А для адептов, ну, для профанов, как писал Блаватская, знать все необязательно. Поэтому берите в руки лопаты, да, и делайте то, что вам скажут, но мы знаем, для чего это — для соединения с космическими силами и с космическим пространством, как считают они. А, в общем-то, мы знаем, чем заполнено космическое пространство. В апостолу Павлу сказано, что наша брань не против властей, не против мироправителей века сего, а против духов злобы поднебесных. Следующее неоязычество — это этническое неоязычество. Но здесь можно сказать, что ищется такой общий этнос, нет такого ярко выраженного, может быть, и национализма, и экологизма. Типичным представителем этнического неоязычества можно считать и язычество, и неоязычество — шуманизм. Или, например, то, что пишет в своих сочинениях Карл Скастанеда. Вот это типичное такое этническое неоязычество, где главное приобщиться к тем или иным духов злобоподнебесных, то есть к бесам, к богам именно этого рода или народа. И еще типичным представителем, пожалуй, этнического неоязычества можно назвать и культ Айаваска. Это когда наши туристы летали в Перу, где им предлагался некий напиток, который якобы открывает людям пространство в потусторонний мир, и люди действительно выпивают этот напиток, рассказывали, что с ними происходили, ну, просто то, что, в общем-то, описывает Экастанеда, состояние, когда они видели людей, галлюцогенные напитки, когда они видели и бесов, и страшные лица. Вот один человек, проходя реабилитацию, в центре рассказывал, что после этого Айаваска он долгое время, где-то полгода, не мог нормально спать. Никакие препараты не помогали. Ему все время снилось ночью, что к нему приближается огромная змея, анаконда, и смотрит ему в глаза, и он в ужасе все время просыпался. И только потом, когда он уже дожел до церкви, слава богу, до нашего миссионерского центра, начал проходить реабилитацию, как он сам об этом свидетельствовал, начал читать Псалтирь, Евангелие в подготовке к присоединению к церкви. И потом уже, когда он присоединился, начал спояться, причащаться, то эти видения от него, в общем-то, отпали. Поэтому так. Следующее науязычество националистическое. Науязычество оно также ссылается на книги и немецких авторов, например, Иасов и Левашов, хотя и эколог, больше экологического науязычества, но тем не менее ссылается на хроники Ура-Линда Германа Вирта и на Велесову книгу. Но, пожалуй, самым таким популярным в националистической среде современным источником будет книга Истархова «Удар русских богов». «Удар русских богов». Своё начало славянское науязычество в России берёт в 70-х годах, как я уже сказал, прошлого столетия, из диссидентской среды. Надо тут сказать просто несколько слов. Оно возникло как противление интернационализму и коммунистической идеологии. Анатолий Иванов, Константин Васильев, Валерий Емельянов — лидеры, стоящие у истоков националистического науязычества движения в России, впоследствии ставшие структурой Союза славянских общин, в которую входят десятки националистических сект. Ещё на заре этого направления в их самоздате в журнале «Вече» звучали ноты антисемитизма и ненависти к христианству, называя христианство религией жидомасонства. Националистические идеи у современных новоязычников сохраняют приоритетное влияние среди идеологии большинства славянских организаций, не говоря о том, что по части ненависти христианству они достойны называться потомками тех древних, которых они почитают своими предками. В 2016 году в Москве проходил так называемый марш славян, марш русских, и его возглавлял Владимир Истархов, который является автором этой книги «Удар русских богов». Вот какие лозунги я смотрел это видео и выписал, какие лозунги выкрикивались на этом марше. Русские вперед, пока мы едины, мы непобедимы, один за всех, все за одного, слава Руси, слава Ериле, слава Сварогу, слава Перуну, слава Велесу, Россия будет свободна, слава России, даешь свободу слова, нас не запугать, куришь, пьешь вино и пиво, ты пособник, Тель-Ивива, Россия будет свободна, Россия без Путина и в промежутке между лозунгами Старфа говорит толпе, мы должны постоянно это скандировать. Действительно это скандировалось как на футбольных матчах, то есть такие речевки, которые, похоже, знали все уже заранее. Чтобы опять же у нас не было недооценки того, что мы встречаемся с какими-то людьми, которые верят просто в деревяшки, хотя такие тоже есть, да, и как есть хорошая поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Также можно сказать, особенно тех, кто верит в фольклорное такое новоязычество в деревяшки, «Скажи мне, кто твой бог, и я скажу, кем ты станешь». Если твой бог дерево, то не надо поговорить о том, с кем станешь ты. Но не все так действительно примитивно в новоязычестве, и поэтому лучше, как говорят противника, переоценить, чем недооценить. «Истархов». Кто он такой? Это Владимир Алексеевич Иванов, псевдоним его «Истархов». Родился в 49-м году, в 75-м году прошлое столетие, окончил обучение на философском факультете университета марксизма ленинизма. Я только вехами пройдусь по его биографии, чтобы было понятно. В 1982 году засчитает кандидатскую диссертацию по специальной теме, имеющей гриф секретности. В 1985 назначается на должное замдиректор по научной работе НИИ системы автоматизации. В период научной деятельности Старховым было написано 52 труда. В 1990 избирается народным депутатом Москворецкого района города Москвы. Кто ходил голосовать, поздравляю. В 1999 Иванов выпускает первое авторское издание «Удар русских богов», взяв изданных из Стархов. И эта книга была выпущена полумиллионным тиражом. Я не случайно останусь на ней. Это достаточно много даже для такой большой страны, как Россия. Полумиллионный тираж и является в общем-то настольной книгой всех новоязычников. Я, наверное, не ошибусь. Итак, новоязычество это не просто желание реконструировать религию, культуру древности, но и дать искаженное представление о христианстве. Как я уже сказал в самом начале, это такой своеобразный если хотите протестантизм, искажая основы исповедания веры и искажая сами тексты Священного Писания. Чтобы понять всю примитивность суждения книги в общем-то из Стархова в этом вопросе приведем лишь несколько тезисов, содержавшихся в главе под названием «Абсурды христианства». Книга из Стархова «Ударусских богов». Вот цитата. Они пространны, но я их зачитаю, чтобы было понятно. Итак, если не просто читать Библию, а еще и задуматься над прочитанным, то действия библейского ветхого бога, то есть иудейского и христианского, и новозаветного евангельского бога, чисто христианского, не только нехороши, но и глупы, нелепы, несправедливы и очень злы. Теперь, уважаемые братья и сестры и подписчики по интернет-порталу exeged.ru вы понимаете, почему на библейском канале звучит эта тема, потому что здесь есть прямые нападки на тексты Священного Писания и на христианство как таковое. Продолжим. В раю библейский бог Адаму завещал о дерево познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкуешь, от нее смертью умрешь. Во-первых, задается вопросом из Стархова, зачем бог обманул Адама? Адам нисколько не умер в день, когда он съел плод с этого дерева, прожил еще 930 лет, если верить Библии. Лгать это очень плохо и недостойно, тем более для бога. Вот он нас тут пристыживает так. Если библейский бог лжет, то он не абсолютное добро, он просто лжец. Вспомним, что дьявол это лжец и отец лжи. Значит, библейский бог это дьявол? Во-первых, зачем бог что-то хотел скрывать от человека, тем более от образоподобия своего? Нечестно и недостойно. Казалось бы, бог, если бы он желал людям добра, должен был делать прямо противоположное, не скрывать знания от людей, а учить им свое, а учинить им свое подобие. Но и скрывать, что есть добро, и что есть зло, не просто, это просто нелепо. Как же человек сможет себя хорошо вести, если он не будет знать, что есть добро, что есть зло? Значит, библейский бог имел другое, недоброе намерение. Ему зачем-то нужно было скрыть от человека знания добре и зле. Ему нужен был повод, чтобы выгнать человека из рая, унизить его, внушить ему мысль о якобы греховности, сделать его своим рабом и дальше издеваться над ним. Подлость и садизм. Может ли добрый бог это делать? Нет, конечно. Опять получается, что библейский бог это дьявол, который всего лишь называет себя богом и как волк одевает себя вовещу шкуру. В-третьих, почему естественно сексуальность людей стыдна, греховна, и ее надо скрывать, ведь Адам с Евом такими были созданы, и кто? Их создал не кто-нибудь, а сам Бог. Зачем тогда Бог создавал их сексуальными, чтобы создать их, лучше бы создал их однополыми? Да. И прочие-прочие вещи. То есть, мы видим, что здесь полностью искажается библейская картина. Мы с вами знаем, что Бог создал все весьма хорошо, что Бог не запрещал людям познание добра и зла. Люди должны были дойти до определенной меры возраста для того, чтобы знать это с помощью Божьей. И все эти вопросы, которые он задает, можно неоднократно посмотреть на нашем интернет-портале exeged.ru беседы на книге Бытие и в моем исполнении и других преподавателей. Итак, Истархов выдвигает также следующее представление о Боге. Цитата. Всевышний Бог космический абсолют. То есть, кто в понимании Истархова Бог? Конечно, Бог библейский ему не подходит. Да, он ему мешает, как он мешал некогда и дьяволу соблазнить первых людей. И вот, Всевышний Бог по его понятию это космический абсолют. Это, в общем-то, не по его понятию. Все это, опять же, он заимствует из оккультизма и из древних языческих религий, там, может, того же и буддизма. Объединяющий всех богов и весь космос в единое целое. Больше даже не буддизма, а уже, можно сказать, синкретизма, который мы встречаем в оккультизме Рериха Блаватской. И вот он пишет, что имя Всевышнего Бога О-Ум. Мы уже сталкивались с О-Умсен-Реке. Кто помнит, да, и токийское метро газовой атаки. Но вот он пишет, что он его бог О-Ум. Все остальные боги это проявление ипостасии и субличности Всевышнего. Понятие о боге и богах. Род в понимании Истархова, это, пишет он, цитата, двуполый бог, совмещающий в себе мужское и женское начало. Вот его цитата. Род отец богов, род и мать богов, род выделил из себя отдельно мужское начало бога-сварога и женское начало богиню Ладу. Из своего лика род породил бога-солнце-ра, а основная функция рода порождение. Конец цитаты. В наше время секты устанавливают идолы роду в виде фаллических символов, окрашенных в красный цвет. Вот, например, Д.А. Гаврилов, он же языческий жрец Игельд, в книге «Боги славян язычная традиция» пишет, цитата, «Совершая требы роду, люди до сих пор неосознанно приносят на могилы жертвы в виде пасхальных яиц». Конец цитаты. И тем самым он дальше пишет, что якобы православные взаимствуют эту идею, и вот пасхальные яйца они красят, но на самом деле это все из язычества, и Гаврилов берет эту идею нигде иначе, как у Блаватской. Вот Блаватская, когда описывает, как эволюционировали человеческие расы, и вот третья раса, когда эволюционировала, то лемурцы по Блаватской, они вылуплялись из яиц, то есть люди сначала несли яйца, и так они рождались первые три расы. Способ размножения людей третьей расы, так и сказано, был подобен способу размножения второй, то есть отпочкованием такое несли яйца, но если во второй расе зародыш выталкивался из ауру родителя, мог уже самостоятельную жизнь, то в третий расе было несколько иначе. Зародыш должен был еще некоторое время находиться в своей оболочке, то есть яйцеобразной отделенной от человека, в общем-то яйцо, которое с течением времени становилось все плотнее. Эта оболочка по форме напоминала яйцо, в котором происходил процесс дозревания плода, подобно птенцам у птиц в наше время. Поэтому люди третьей расы названы рожденные из яиц. Вот заимствую Гловацкой он это пишет. Но мы знаем, что Священное Писание раскрывает, что Бог есть личность, а не безличностное начало. Бог сам по себе совершенная полнота, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Бог есть личность живая, имеющая определенные свойства, такие как Бог творец Бытие 1.1 Бог есть любовь, Бог святый, всемогущий, вечный, благой, вездесущий, всеведущий и неизменный. И никакого отношения понятия о Боге, якобы, как пишет Гаврилов, и о некоторых традициях с язычеством никак несовместимы. Излюбленный лозунг, который мы часто можем услышать от неоязычников, что ваш Бог называет вас рабами. Вот вы все рабы, а наши Боги нас рабами не называли. Но если верить, что есть группа людей неоязычников, которые верят, что их Бог это деревянные идолы, в общем-то оно так и есть, они через них, как через посредников, стараются приобщиться даже к космосу, то надо сказать, что если их Бог безличностный, это просто безличностный абсолют, как пишет Истархов, а дерево оно само по себе разговаривать не умеет, то надо сказать о том, что их Бог их назвать вообще никак не может, потому что может назвать кто-то кого-то может назвать только личность, поэтому дерево разговаривать не умеет. Но по поводу того, что Истархов так и пишет, излюбленному стандарту мы не рабы, рабы не мы, но тем не менее это не совсем так, надо сказать, что языческие исторические источники разных эпосов показывают, что боги язычески называли своих адептов рабами. Так, есть хорошее замечание у священника Георгия Максимова, он цицирует обращение язычника к богу Варуни из древнего ведического текста, цитата, да буду служить как раб щедрому господину я безгрешно яростному богу, Редвехда 786-7, то есть мы видим, что здесь ясно человек говорит, что он раб будет служить господину, это языческий источник, которым пользуются и неоязычники. Также из заклинания шумерскому богу, цитата, я твой раб, заклинатель прославляю тебя, это заклинание солнца в одном из хетских молитв богу солнца также сказано, цитата, посмотри, перед тобой склонился человек твой раб. Также египетская книга мертвых содержит гимн обращения к богу Ра, цитата, дай ты, чтобы он мог жить там, в потустороннем мире, преданным рабом духов, конец, цитаты. В греческих мифах, языческих, также люди считали себя рабами, богов. Так, например, в старшей Эдде описывается, что у бога Тора есть рабы. Поэтому, наверное, люди, которые позиционируют себя как язычники, неоязычники, не совсем хорошо знакомы с источниками, действительно, языческими источниками, а в большей степени желают знакомиться с фантазиями их предводителей. Также Истархов пишет следующая цитата, не креститесь и не крестите детей, кто крещен, это не страшно, это можно смыть. Есть такой языческий обряд, а еще проще мысленно смыть это крещение из своей души, это вполне достаточно. Конец цитаты. Я видел один видеоролик, где совершается так называемый праздник Ивана Купалы, который, кстати, поддерживают некоторые наши светские власти и администрации, но вот нужно посмотреть, что происходит на этих праздниках, на одном из таких праздников Ивана Купала, языческом празднике, людей раскрещивали. Волх стоит и кричит, что подходите ко мне, я вас буду раскрещивать. Люди подходят, снимают с себя кресты, они, наверное, нарочат специально надевают на себя кресты, снимают их. Этот волх петернёй смоченный кровью в какого-то животного, или птицы зарубленной, петернёй прикладывается к их лбам, и все они подходят по очереди, а теперь он командует все быстро в реку смывать это крещение иудео-христианскую нечисть. И все ему следуют, с криком, голышом бросаются в эту реку и начинают там бесноваться и плескаться. Спасение. Как представляется понятие о спасении в язычестве? Представление о карме в неоязычестве отличается от циротологической парадигмы традиционных даже индийских религий и философских систем. Снова скажу, что и к буддизму и к индуизму все эти практики уже мало имеют какое-то отношение, потому что даже карма в индуизме считается как некое безвыходное состояние человека, а здесь в язычестве отличается от парадигмы традиционных индийских религий и философских систем, и скорее это синтез религий, внедряемый в массы как эзотерика и оккультизм. В конце 19 века появилось оккультно-мистическое течение, о котором мы уже говорили, теософия, представляющая идеи реинкарнации новое наполнение. Вместо ужасного круговорота, то есть колеса сансары при воплощении появляется идея эволюционного поэтапного движения вверх. То есть карма стала восприниматься не как ермо, а как накопительное инвестирование благоприятных качеств. Так идея биологической эволюции трансформировалась в идею пошаговой эволюции души, осуществляющей в процессе реинкарнации. При этом центр тяжести обращен на изучение оккультной литературы, неоязыческой литературы для того, чтобы развить в человеке интуицию к потустороннему миру, и человек якобы становится способным к прозрению и в мистическую сторону к оккультному и языческому пониманию событий. Идея о реинкарнациях по существу есть хитрая и удобная модель, позволяющая человеческому рассудку отложить Божий суд на бесконечные отрезки времени. Это модель противоречия здравому смыслу и учению церкви. Как понимается добро и зло? Вот и Стархов пишет достаточно наверное одной цитаты, чтобы понять цитата. вечности существует два царства. Царство духа добра и света, царство материи зла и мрак. В первом властителем бог добрый, во втором злой демон. Между обоими царствами вечная и враждебная противоположность. Конец цитата. То есть мы видим, что здесь декларируется дуализм. То есть говорится о том, что зло непобедимо. Всегда хочется спросить, даже как социально влияют такие идеи на человека. Но если зло непобедимо, то какая более позитивная, скажем так, если даже хотите, религия, или философия, или идея, как хотите. Та, наверное, более позитивная, где будет сказано о том, что зло победимо. Но если человек говорит о том, что зло непобедимо и так думает, то человек впадает в состояние коинфальтильности и унынии. Вот это декларируется и неоязычникам и стархов. Еще нельзя ничего не сказать о символике. Есть множество символов, которые разных богов и разные буквы и обозначения, которые используют неоязычники. Но, пожалуй, самым распространенным, и который выдается за древний символ, который мы часто встречаем на автомобилях тех или иных людей, которые так или иначе причастны к новоязычеству, может, это делают просто как некий такой фарс, такую символику, которая называется калаврат. То есть, рисунок восьмилучевой прямоугольной вариации свастики выдается за некую древность. На самом деле, к древности никакого отношения вообще не имеет. Этот рисунок был создан художником Станиславом Якубовским в 1923 году по языческим мотивам польского художника. Сам он называл символ солнышка. Характер его рисунков имел псевдонаучные признаки и являлся всегда художественным вымыслом. Нигде, ни в какой древних раскопках или еще где-то там артефактов мы не находим подобного символа. Снова повторю, символ вымысел художника, польского художника Станислава Якубовского. Да, тот самый калаврат 1923 года. Также на русском марше в 2016 году колонна язычников, которого сглавлял Истархов с флагами красного цвета с ображением во всемконечной также свастики этой же символики. И там выкрикалось множество различных таких кричалок. Вот одна из них, основная причина всех бегов русского народа в том, что они забыли своих национальных богов. Но мы уже видели о том, что достоверно понять о том, какова была культура, каковы были верования народов Руси до крещения просто невозможно. Есть какие-то, конечно, факты, но по ним полную картину и полную реконструкцию сделать нельзя. Об этом пишет, например, Академик Рыбаков, к которому часто обращаются сами и неоязычники. Но Академик Рыбаков всегда оговаривается то, о чем я сказал выше, что полную картину составить просто невозможно. Поэтому снова и снова повторю, что неоязычники призывают верить фантазиям лидеров того или иного неоязычного направления. Но еще здесь есть и богохульные высказывания в его книге «Крест с распятием Христом», символ убийства Бога. Также он говорит, что у евреев свой Бог, дьявол, двуличный сатана Христос и Моисей, у русских свои Боги, нельзя быть одновременно русским и христианином. Также русско-национальная регия это язычество, он нас обвиняет в язычестве. Термин православия термин языческий, он говорит о том, что якобы православные украли термин у язычников, как и с яйцами скрашенными, так и здесь. Но на самом деле здесь невежество, хотя бы в области филологии и историческое невежество. Православие с греческой переводится как ортодоксия. Ничего мы у язычников украсить не могли, потому что язычники называют свою веру правоверие. Но это совсем другое слово. А православие это правильно славить Бога. И с другой стороны нужно сказать, что этот термин он принадлежит не только русскому православию, но была и сербская и болгарская церковь еще за 2000 лет до Рождества Христова. Они также назывались православными церквями и греческой церковью. Вот, пожалуй, то, что нужно было сказать, насколько это возможно, так может быть даже так некое введение, чтобы познакомить о том, что такое неоязычество, каковы ее фантазии, что неоязычество не имеет никаких артефактов, что отконструировать его невозможно. И то, что действительно нужно сказать, есть разные, как было сказано, направления в неоязычестве. Это народно-бытовое, этническое, экологическое и националистическое. И, как было замечено, что, в общем-то, мы имеем дело с очень опасной идеологией, которая претендует на свое определенное мировоззрение, но снова повторю, что это мировоззрение и действительно эта идеология строится на человеческих фантазиях, на человеческих идеях, заимствованных из иногда древних различных языческих мировоззрений, переработанных оккультистами, такими, как Блаватская и Рериха и выдаются сегодня за нечто такое новое, перспективное и как за такую старую веру, которая была до православия. Ничего общего со старой верой, так как нельзя понять, что там и как было, все эти идеологии ничего общего не имеют. Поэтому будем внимательны к тому, что нам сегодня предлагают, будем, как апостол Павел нас всегда призывает, будьте внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Будем помнить, что у церкви на все недоуменные вопросы есть ответы, поэтому если какие-то возникают у нас сомнения, не будем вариться так в собственных своих измышлениях, а будем обращаться к специалистам по этим вопросам, которые помогут нам разобраться в тех или иных хитросплетенных сетях, которые сегодня предлагаются современному человеку. Да поможет нам в этом всем Господь не впасть в заблуждение и быть верными чадами русской православной церкви. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры 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 субтитры